Лето Субтитры создавал DimaTorzok Поездки в Баренбургской области По ее бескрайним степным просторам Выехал рано утром, запихав в велосумку свой стандартный набор Палатка, спальник, надувной коврик, посуда, ложки, ножи, котелки А также туристическая газовая плитка небольшая И несколько газовых баллонов Небольшой запас продуктов на первое время Крупы, тусонки, разного Ну и самое главное Фото-видеоаппаратура И несколько пауэрбанков Которые неизменно беру с собой Велосипед самый недорогой Синий скоростной Тормоза вид рейки А вот покрышки предпочитаю проверенные годами В Вальбе Марафон МТБ Хотя они и тяжеловаты Но зато с ними я позабыл о всяких проколах вообще на много лет Но впрочем, видео будет не обо мне И не о моем велосипеде А о том, что я видел, пока ехал своими глазами Дорогу, природу Из Оренбурга выехал в северо-восточном направлении В сторону границы с Башкирией До нее где-то ориентировочно у меня получится 130 километров Сначала ехал по безлюдным степям Через Былинный Между Чебеньками и Никольское Пересек реку Сакмара Дальше опять по безлюдным степям Въехал в село Тимашево Далее поселок Ключи Дальше опять по безлюдным степям Въехал в село Тимашево Попробую в село Тимашево Рескать реку Сакмара Рескать реку Сакмара Взбеку Сакмара В районе Ивановки, Троицкая, на самой границе с Башкирией, поставил на ночь повадку, у реки-то шла. Но не у самой речки, а немного в стороне на возвышении. Быстренько сварил рис в пакетике в качестве гарнира. С собой из дома были еще пока пару котлеток, потом попил ароматный чай со синим питьением и стал укладываться спать, так как утром я привык вставать рано, часов 5 утра. Утро второго дня было туманным, а значит день впереди будет опять жарким, как и вчера. Субтитры сделал DimaTorzok Ехал я уже теперь по территории Башкирии и к обеду въезжал в село Мраково. Многие маршруты моих походов пересекали это село. Через Мраково ездил я на Нугушское водохранилище, через Мраково ездил я в Юг Дыбаева, точнее находящиеся недалеко живописнистое Мурадымовское учелье, где есть несколько гротов и пещер. Ну и дальше Каналикольское, Зелоев, там много куда еще. Но на этот раз поеду по полюбившейся мне уже дороге, через Чюрень, через Кутаново и Иргизлы, на берег реки Белая. До аула Чюрень дорога будет идти рядом с речкой Малый Ик. День выдался жаркий. Дорога не слишком сложная, не такие крутые подъемы, как будут дальше. Да и сама дорога, хотя и гравийка, вполне сносная. Но, несмотря на это, с меня все-таки успели сойти уже 7 ботов. Все-таки жарище за 30 градусов. Поэтому, когда стало уже совсем не в моготу, остановился на берегу речки Малый Ик и, не снимая одежды, полностью погрузился в ее прохладные, освежающие воды. И потом, так весь мокрый, ехав, с меня стекало. Но это помогало ненадолго. Уже через полчаса я был полностью сухой. Субтитры сделал DimaTorzok Проехал аул в Тюрень, в котором проживают, скорее всего, с десяток другой жителей, не больше. И вот после уже начались более крутые подъемчики и спуски среди великолепных башкирских пейзажей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проехал какое-то урочище, пасеку недалеко. Тяжело вскарабкался наверх, даже пришлось взлезть с велосипеда и немного его повезти рядом с собой. Потом головокружительный спуск и оказался у родника Мельниц. Назван он так, потому что сто лет назад здесь находилась действительно Мельница. Каждый раз, когда я проезжаю по этим местам, я оказываюсь, у этого родника меня поражает, какое-то огромное количество воды бьет из-под земли. Это не родник, а целая настоящая подземная речка. А вода вкусная, ледяная. Набрал свежий полуторалитровый термос, который я всегда беру с собой. Пять минут посидел в беседке, отдохнул, послушал про кручание воды и поехал дальше. Во-первых, надо было уже спешить, быстро опускался ветер, а нужно было и доехать до Иргизлы, а от него через несколько километров будет Кутаново на берегу реки Белая. Кутаново на берегу реки Белая. Кутаново на берегу реки Белая. Проехал мост и поехал дальше вдоль речки по течению справа скалы, слева река, а впереди в нескольких километрах уютная долина, защищенная со всех сторон от ветров. Прокатившись вдоль реки, к моему удивлению, не увидел ни одного человека. Обычно тут сплавщики разбивают лагерь, ну и просто туристы на машинах. берег уставлен палатками, когда больше, когда меньше, а вот сегодня никого. тишина только с трех от кузнечиков, похоже, в этот летний и тихий теплый вечер будут засыпать только под пинетис, только под пинетис, трех от кузнечиков и журчание воды. Так-то второй день проехал где-то 120-130 километров. В этот вечер разжег небольшой костер, поставил палатку, искупался в речке, быстренько сварил ужин, покушал и спать. Субтитры сделал DimaTorzok